Самая кровопролитная война в истории человечества продолжалась 1418 дней и ночей. Только в Советском Союзе она унесла жизни 27 миллионов человек. Война затронула каждый дом, каждую семью. И наша общая задача – всегда помнить это. Передать эту стафету нашим молодым поколениям, нашим детишкам. Пусть они сейчас не до конца все понимают, но они должны быть рядом с нами, должны это впитывать. И мы должны понимать, что буквально через несколько лет это будут защитники нашего государства. И мы, проводя эту акцию, четко должны понимать, что это мы делаем и для павших, и для будущих поколений. Среди собравшихся много детей. У Ренаты здесь погиб прадедушка Михаил Мельников. Она принесла ему сегодня цветы. Никита волнуется, читая проникновенные стихи. Природа вся уже забыла, как нашу землю кровь омыла, как наши деды в трудный час спасали родину для нас, как за кулачок земли держались, и день, и ночь без нас сражались. Мы вспоминаем тех, кто боролся с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал и мучился в концлагерях. Мы вспоминаем тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина и Чехии, кого нет с нами. Галина Панкова с мужем и внучкой приехала из Ханты-Мансейска. Ее дед Петр Графеев вместе с братом ушел на фронт, оставив дома жену и двух малолетних детей. Воевал под Москвой и погиб в деревне Палице в декабре 41-го года. Писем не писал. Вот, в принципе, и все, что было о нем известно. Очень скудная вот у нас информация о том, о наших дедах. Очень малая информация. Мы сейчас пытаемся каким-то образом найти, по крохам собрать, все это в копилочку, в общем семейную нашу подобрать, беречь, хранить. И гордиться ими, потому что я считаю, что все, кто ушел на фронт, все, кто взял в руки оружие, защищать свою родину, они все герои. Найти могилу деда Галина Михайловна хотела очень давно. Но все, не было времени. В юбилейный год Победы она решила все-таки побывать на подмосковной земле. В этом ей помогли Одинцовский военкомат и администрация Успенского поселения. Сотрудники администрации направили снимок, общий вид памятника, именно фрагмент, где есть фамилия, высечена фамилия моего деда. И вот тогда я уже точно поверила, да, мы едем. Красноармейца Графеева похоронили в братской могиле в деревне Палице. Потом его останки вместе с другими были перезахоронены на воинском мемориале в Иславском. И вот спустя много лет потомки Петра Графеева побывали на месте гибели своего деда. Вместе с сельскими жителями они почтили память жертв Великой Отечественной минутой молчания, зажгли свечи и возложили к памятнику вечного огня цветы. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.